Привет, ребята! Это Настя. Не напугайтесь названием видео. У меня есть такая добрая традиция хотя бы раз в год делать апдейт состояния своей кожи, потому что если бы на ютубе была награда самому прыщавому ютуберу, то я бы заняла все первые места. Но тем не менее я здесь, а значит, всё не так плохо. Точнее даже я должна сказать всё отлично, потому что, я не знаю, если вы знаете, но в 13-14 году я на полгода переставала снимать видео, настолько моя кожа была в ужасном состоянии, и я не сама не могла смотреть на себя в кадре, не могла читать комментарии, которые мне тогда писали под видео касательно всего этого. Вот. Если вы не знаете, мне 32, и я, наверное, с класса восьмого, я помню, когда у меня начались первые проблемы, и я всё время ходила по врачам. Мне иногда пишут, надо просто сходить к лечу. Я была у всех врачей профессора. Я всё время ходила по врачам, я пробовала гормоны, антибиотики, ретиноиды, всякие такие высушивающие антибактериальные типа бензионопероксида. Я пробовала какие-то устройства, которые как-то вводят тебе по коже, и, по-моему, там какое-то электрическое напряжение. В общем, я пробовала всё. Проблема в том, что после улучшения всегда наступал рецидив. Рецидив и всегда прыщи возвращались. И вот первый раз, когда они не вернулись, было в прошлом году, когда я делала такое видео. Целый год у меня было… держалось лицо хорошим, и сейчас уже два года прошло. Вы можете сказать, может, ты просто выросла из них, но нет, потому что когда я перестаю использовать то, что я тут использую, очень быстро всё возвращается. Поэтому я хотела, ну, сделать апдейт и рассказать вам. Это видео не замена прошлому видео. Я не хочу повторяться. Вы лучше то посмотрите, оно тоже суперполезное. А тут я просто дополню то. Основа всего моего лечения, ребят, оно медикаментозное. Единственное, что я хочу сказать, есть две лайфстайл вещи, которые ещё более важные, чем вот это лекарство. Первое — это я поняла сон. Если я ложусь после 12, даже если я сплю больше 8 часов, может быть, сейчас, вот уже после 30, а может быть, это и всегда так было, я не замечала, но круги под глазами, кожа такая какая-то воспалённая, нездоровая. Всё, что могло воспалиться, воспаляется. Поэтому достаточное количество часов сна и ложиться хотя бы в 11 часов имеет просто значительную… значительно улучшает мою кожу. А второе — это, как и во всех видео я раньше говорила, — это молоко. Если бы, может быть, я в студенческие годы и просто in my early twenties не пила латте типа в Старбаксе литрами, то, может быть, у меня не было бы такого сейчас ужасного пост-такне. Я сейчас пью одну кружку капучино в день. Стараюсь не пить больше, чем одну кружку капучино в день, вот это то количество молока, которое моя кожа нормально воспринимает. Но переходя к лекарству, использую я дифферин — это синтетический ретиноид, который обновляет, отшелушивает кожу быстро, не давая ей забиться. Это назначается… даётся по назначению врача. И я-то это пробовала за последние 10 лет не раз, и всегда у меня был хороший эффект, хотя тут надо подождать минимум год, пока этот эффект придёт, и очень важно не бросать. Но моя предыдущая ошибка была всегда в том, что как только у меня лицо очищалось, я приставала им пользоваться. Пока я не наткнулась на канал Светланы, как я рассказывала в прошлом видео. Она врач-косметолог, и вот она мне объяснила все… Ну мне она в своих видео объясняет, проходятся по всем медикаментам, кремам, таблеткам, которые лечат акне, и объясняет их механизм действия и как их нужно принимать. И вот в первый раз в жизни тогда я через её канал узнала, что, оказывается, это нужно даже после полного очищения лица продолжать использовать время от времени. Сейчас я это использую два раза в неделю, а иногда один раз в неделю, в зависимости от как бы, что я чувствую, нужно мне или нет. Но всё время таким поддерживающим курсом. В прошлом видео год назад я вам, ребят, говорила, что тогда вот только-только я купила набор продуктов по рекомендации Светланы, вот этого косметолога, которые помогут мне сделать кожу более упругой, сгладить постакнея, убрать чёрные точки, очистить поры. Я это всё купила и только начинала тестировать. Вот сейчас прошёл год, я вам могу рассказать, что из этого осталось на постоянной основе в моей жизни. У меня есть два самых любимых продукта, которые на самом деле очень похожи. Давайте начнём вот это. Она мне порекомендовала очень много пилингов, потому что вся философия лечения косметической у Светланы — это использование пилингов, притом не ядрённых таких, а не слишком сильных, но регулярно. Она мне очень много… Я купила лактобионовый, салициловый, виноградные косточки и вот миндальный. И я просто подсела. Я пробовала все, много раз, но больше всего мне нравится миндальный пилинг. Я уже потом сама читала и узнала, что миндальный пилинг самый мягкий, он увлажняет, он очень нежно отшелушивает. Я просто обожаю. Вот эти пилинги, как я понимаю, они профессиональные, то есть они достаточно… Они сильнее, чем то, что мы можем купить в аптеке или в магазине, но не такие сильные, что у вас будет ожог или что вы после этого не сможете нанести косметику. И единственное, что я вам хотела заметить, что… Две вещи. Первые мои опыты с пилингами домашние были… Я всегда не понимала, почему, когда в видео косметолог показывает, как они снимают пилинг, они используют какие-то ватные диски. Почему человек просто не идёт к умывальнику и не умывается? Это очень плохая идея. Никогда не пытайтесь умыться, когда у вас на лице пилинг, потому что вы обожрёте себе все веки. Я дважды наступила на одни и те же грабли. Всегда нужно снять каким-нибудь марлей или какой-нибудь тряпочкой всё, что вы нанесли на лицо, и только потом умываться. Кстати, с пилингом обязательно нужно покупать нейтрализатор, который нейтрализует его действие, иначе ещё будет продолжать сжечь. И ещё важный момент — это то, что, например, вот этот пилинг и пилинг виноградной косточки, когда ты его наносишь, я не чувствую какого-то дискомфорта. Сжечь начинается тот момент, когда ты начинаешь его смывать. Поэтому важно не передержать и не слишком доверять своим ощущениям, потому что ты можешь смыть и тогда только понять, что ты передержал его. И ещё, что круто в этом пилинге, это то, что он всесезонный. Несмотря на то, что он профессиональный, его можно использовать летом, и детство, что нужно наносить SPF. И ещё, ребята, кстати, из-за пилингов я сменила свою умывалку, потому что я прочитала, что когда ты делаешь профессиональные пилинги, то не рекомендуется использовать средства, которые содержат глину. И знаете, моя Рен умывалка любимейшая абсолютно… У меня где-то 15 упаковок лежит, которые я по скидке заранее на Look Fantastic заказала. Но тем не менее пока я использую Soothing Cleanser Foam из SkinCeuticals. Здесь я выбрала самую мягкую умывалку, которая у меня была. Ну да, как бы хорошая умывалка, в ней нет SLS. Вот это ещё одна вещь, которую я очень избегаю. И да, в начале про Lifestyle, когда я говорила, третий фактор — шампунь из SLS. Да, если они будут течь у меня здесь, дифферин, не дифферин, у меня будут высыпания. Поэтому голову желательно мне… Используя шампунь из SLS, надо перекидывать через ванну так, чтобы у меня весь вот это вот не стекало сюда. Может быть, это индивидуальная реакция, но если у вас большие проблемы с Agnet, то протестируйте, посмотрите. Второй мой самый любимый продукт из рекомендованных Светланой — это вот этот ночной пилинг. Он тоже миндалевый, кстати. Я его использую каждый третий день. Я сейчас объясню мою ночную рутину. Ну в общем, каждый третий день я наношу его на лицо, втираю до впитывания, и так иду спать. Наутро ты просыпаешься просто с baby skin, то есть он делает кожу настолько мягкой, однотонной, поры закрыты, чёрных точек нет. Просто золото, а не продукт. Это бренд европейский. Он есть в России, но он итальянский, так что здесь… Кто здесь живёт, где я живу, то вы тоже его сможете легко купить, потому что вот эти вещи сложнее взять. Но если будете в России, то тоже закупайтесь, я буду закупаться. Так вот, насчёт моего ночного ухода. Я использую три продукта, которые я rotate, как бы меняю. Первый день, второй день, третий день. Например, в первый день я использую свой дифферин, дальше идёт пилинг миндальный, неважно в какой последовательности, и дальше я использую какие-то анти-эйдж продукты. Вот сейчас мне очень нравится вот эта Estée Lauder сыворотка. Она, наверное, когда я ещё была маленькая, моя мама её использовала. Это известный очень их продукт. И один из кремов, который мне посоветовала Светлана, мне очень понравился. Это российский бренд «Ликоберон» — антивозжастной крем. Он странный в том плане, что после пилингов у меня кожа его чувствует, она пощипывает. Но как-то вот, не знаю, моя кожа упругая, более упругая на утром, более свежая. Он мне нравится, поэтому я уверена, что я его допользую. Это прямо вот стало за год та вещь, которая без конца у меня руки тянутся. А вот если вы из прошлого видео будете смотреть или смотрели, у меня там был антиакне крем, увлажняющий крем. Эти продукты я не продолжила использовать. Вот это то, что осталось. Утром мой уход состоит из сыворотки и лосьона. Сейчас я использую SkinCeuticals сыворотку гиалуроновую с B5. Сейчас, по-моему, все бренды выпустили такой тип сыворотки. La Roche-Pasay везде делает рекламу вот этой сыворотки. Потом мне прислал Look Fantastic The Ordinary сыворотку. Такую же ещё какую-то сыворотку с тем же самым содержанием у SkinCeuticals такая. Я вам честно скажу, ребят, я не знаю, есть ли от неё эффект или нет. Но как бы просто мне сложно сказать, потому что я столько продуктов использую, и я не знаю, есть ли конгренант этой сыворотки эффект. Но я использую и буду продолжать использовать, и допользую её. Не знаю, что даже вам сказать. То ли дело с кремом. У меня есть всего три крема, которые я могу использовать на протяжении месяцев и месяцев, и у меня не будет брейкаута от них. Один из них — это, как ни странно, совершенно случайная покупка на iHerb, вот этот Cosr X. Этому крему, наверное, уже практически год, и вот наконец-таки он заканчивается. Это супербюджетно, и это именно лосьон, а не крем. Мне всегда лосьоны хорошо заходят. Кстати, четыре, наверное, у меня есть продукта. Вот это. Я оставлю ссылку внизу. Ranclair Calm 3. Единственное, что на него он чуть-чуть матирует слишком сильно для меня. У меня не так идеально, но мне моя существующая тоналка на него наносится. Поэтому вот это с точки зрения с тоналкой очень хорошо работает. Третий продукт — это крем от SkinCeuticals. Я оставлю ссылку в дизу, я не помню, как он называется. И четвёртый продукт — это лосьон от Sensai. Вот я сейчас вспомнила. Да, вот это четыре продукта. Я пробовала очень много кремов, но только от этих четырёх на постоянной основе используя их, у меня не происходят брейкауты. Под глаза я использую свой любимый крем от тоже SkinCeuticals. Eye Balm называется. Я пробовала их Age крем, и он мне настолько понравился, как вот этот. Это моя третья или третья, наверное, баночка. Если у вас прямо сейчас активное акне, то я вам очень рекомендую вот эту линейку Effeclar от La Roche-Posay. Я считаю, что сама по себе она не сделает кожу чистой на долгосрочной перспективе, точнее как мою кожу она не сделала. Наверняка чью-то она может сделать, мою не сделала. Но когда всё воспалено как поддерживающее, залечивающее то, что сейчас есть, не обязательно предотвращающее, мне кажется, оно бесценно. Даже я сама всегда имею его под рукой. У меня есть и такая версия, и версия с тинтом, которую можно как тоналку использовать. И когда вот что-то не так, что бывает раз, два раза… раз или… один раз в месяц или в два, то я использую это. Единственное, что… Потому что в нём стад держится. Я думаю, что бензоилпероксид, я не уверена, но мне он слишком жестковат, липковат. Мне неприятно его ощущение, несмотря на то, что он эффективный. Поэтому я стараюсь не пользоваться им без надобности. Что касается моих шрамов, ребят, тут мне сложно прокомментировать, потому что сейчас я уже… Как бы с одной стороны моя кожа становится лучше, с другой стороны я становлюсь старше. Старше — гравитация, кожа менее натянутая, шрамы более заметные. И мне кажется, что я делаю прогресс немножко с кожей, но в то же время возраст делает регресс. И я, наверное, остаюсь на месте более или менее. Но я нашла нереальную комбинацию для себя пудровых средств, которые визуально, когда я их использую, на мой вкус, делают мне просто идеально красивую кожу. По крайней мере, вот когда свет так на меня падает. Ну не знаю, это лучшие для меня пудровые средства, которые я пробовала. И опять же, это… У меня было где-то 4-5 месяцев эти продукты попробовать, так что теперь я наконец-таки их распробовала, и могу с вами поделиться. Что касается тоналки, всё стабильно. Со мной хорошо, да? Я всегда очень стабильна о своих предпочтениях. Если вы год назад смотрели моё видео, то вы можете ожидать, что примерно я тем же самым и пользуюсь. Это, как обычно, Giorgio Armani Maestro, очень тонкий финиш. Если у вас сильные высыпания, оно вам само не перекроет. Но я взяла за привычку, когда у меня есть высыпание, у меня вот сейчас вот тут есть, например, всегда использовать кисточку супертоненькую, пару миллиметров, и конкретно этой кисточкой замазывать вот эту маленькую двухмиллиметровую точечку. Потому что на самом деле это кажется, что прыщик большой, он маленький, и очень натурально это смотрится. И тогда, мне кажется, даже с такой тоналкой можно это сделать. Плюс она наслаивается хорошо. Ну и просто вот, я не знаю, для меня с постакне кожей это лучшее, что я пробовала, а в плане разглаживания такое вот придание однородному здоровью, вот такое сияющее однородное лицо, в меру сияющее. Что я открыла для себя? Oh my god, ребят, я надеюсь, что я смогу найти этот продукт, потому что я вообще понятия не имею, что это. В… Помните коробке Look Fantastic мне всё присылали на Christmas, вот эти вот Christmas календари? И в одном из календарей был вот такой продукт, который прямо в бренд HD Browse, а под ним написано Look Fantastic. Я не знаю, это продукт самого этого сайта или что это, и можно ли это купить. Здесь есть вот такой вот цвет. И этот… Я не знаю, у этого цвета есть цвет. Короче, это идеальная… идеальный цвет для придания объёма лицу. Я его наношу сюда, сюда, ну в общем как бронзер, но его практически не заметно. Просто ты становишься объёмным, но ты не можешь понять, что вообще нанеслось и где он. Я в восторге, когда… Это единственный здесь, что я использую, в всей этой палетке. Но не знаю, вот смотрите, вот здесь у меня 4,5. Если вы 4,5 тонн в этой тоналке, то велика вероятность, что вам это также нереально подойдёт. И если вы прям совпадаете со мной по тонну, я вам очень, очень рекомендую рискнуть и заказать это, потому что этот цвет, это такое попадение идеальное, что просто супер натурально смотрится. Окей. Как обычно, я это уже показывала года 2-3-4 подряд, я использую опять и опять и опять Bobby Brown Illuminating Powder. Она содержит отражающие частички и сглаживает все вот эти выемки от акне. То есть вначале я наношу тоналку, потом на всё лицо вот эту пудру и потом вот это как бронзер. Ребята, я в прошлых видео 3 года назад, 2 года назад повторяла, что она становится очень тёмной, что вот здесь только светлые элементы, а вот эта более тёмная. Я кисточку неправильно использовала. Я начала использовать более длинную, более пушистую кисточку, и она перестала так плохо набираться. Если вдруг кто-то такую проблему испытывал, просто смените кисточку. Я сейчас использую большую пудровую кисточку Bobby Brown вот для этого продукта. Дальше вот этот мой Nars Orgasm. Я продолжаю это использовать, но это просто мне под цветотип, мне кажется, подходят эти румяна. Тоже мне им 2 или 3 года, и это мои единственные румяна. И ещё был вот такой продукт тоже в этом наборе рождественском в одном из наборов. Это Ila Masqua. Это хайлайтер, и мне очень нравится. Я хайлайчу, ребята, здесь, 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 ну и вот эти места. Это то, что я хайлайчу, и мне он очень нравится. В нём нет никаких блёсток. Вот эта комбинация пудровых продуктов, на мой вкус, оно даёт мне вот это свежее увлажнённое ощущение лица, которое у меня натуральным образом… Ну я бы не сказала, что нет. В принципе, моя кожа выглядит лучше всего, когда на ней нет никакой косметики. Но если я хочу сгладить шрамы и использую… Потому что я ещё уже праймер перед этим использую, особенно когда видео снимаю силиконовый какой-нибудь, и от этого кожа становится такая увядшая, что ли, от этих продуктов. Потому что, ну кто не знает, нельзя сияющие продукты использовать на кожу, которая имеет полстактные шрамы, потому что они будут нереально подчёркнуты. Но вот именно эти пудровые продукты… Тут такой тип сияния, который, наоборот, сглаживает, отражает и делает однородной более кожу. В общем, ребят, если у вас проблемная кожа, то не опускайте руки. Я сама, конечно, ну жалею в какой-то мере, что я 15 лет пробовала то-то, то-это, и в итоге я осталась с акне шрамами. В конце всего этого я нашла, как менеджить свою кожу, но это оставило меня с такими шрамами, которые с возрастом становятся только хуже и хуже. Я вам очень призываю вас пойти на канал Светы. По крайней мере для меня это то, что изменило вообще моё понимание лечения акне, несмотря на то, что я говорю, я ходила по дерматологам с средней школы. Посоветуйтесь с вашим дерматологом насчёт дифферина. Мне не очень комфортно держать лекарственный препарат в кадре и советовать вам его, потому что у меня вообще есть такой принцип, правило, что я никогда не буду рекламировать, даже рассматривать возможность рекламы лекарственных препаратов на канале. И я должна сказать, что, например, я использую это… Раньше почему я прекращала использовать его? Потому что я боюсь побочных эффектов, серьёзных побочных эффектов от него. Может быть каких-то, ну прям очень серьёзных каких-то заболеваний. Наверняка он несовместим, я практически уверена, с беременностью или с чем-то таким. В общем, это всё не шутки, к этому надо серьёзно подходить и понимать, что любое лекарство, такое особенно, оно ассоциировано с какими-то рисками. Может быть, кто-то их вообще не хочет брать. Как я, например, мне предлагали ракутант в своё время врачи, но я сказала, что я не хочу брать этот риск. Ну это просто моё решение. Кто-то берёт. Тут опять же, в этом есть риск, я этот риск беру. Вы побольше почитайте про это. То есть я просто говорю, что это для меня сработало, но вы лучше побольше прочитайте об этом и взвесьте все «да» и «против» и «за» и поговорите с вашим дерматологом. Потому что я для себя поняла, что у меня… Я сколько раз его начинала, но если я его не продолжаю использовать, он для меня не работает. Поэтому я как бы на нём постоянно сейчас нахожусь. Но за это, да, я получаю кожух. Когда мне даже не обязательно краситься, чтобы куда-то пойти, я очень довольна состоянием своей кожи. В будущем, не в следующем году, потому что у меня другие планы, но через год, я планирую сделать несколько сеансов, как это называется, лазерное… Fractional Laser, вот эта вещь. Мне… Ну мой дерматолог здесь в Вене считает, что глубина моих шрамов существенно уменьшится, а кожа станет более упругой. Это как и омолаживающее как бы хорошо для кожи, и как лечение косметическое шрамов. Так что я рассматриваю этот вариант, но планирую его делать осенью… зимой 2021 года. О май гад, какие у меня далеко идущие планы! Вот, это все на сегодня, ребят, увидимся на выходных. Пока!